Профессиональный пожарный начинается с юного добровольца. Так решили саратовские спасатели и в честь 25-летия МЧС в России организовали новые соревнования для детей. Чем профессия спасателя привлекает современных школьников и удалось ли им выполнить взрослые нормативы, узнала Юлия Шишкина. На стадионе «Торпеда» в Саратове соревнуются юные добровольные пожарные. Эти состязания впервые вышли на региональный уровень. Сюда приехали команды из 13 районов Саратовской области. На этапе боевого развертывания команда должна сработать как единый организм. Присоединиться к вентилю с водой, развернуть пожарный рукав и струей сбить мяч. Условия, приближенные к профессиональным, наполненные водой 20-метровый пожарный рукав и во время реального тушения, весит около 60 килограммов. Самой популярной ошибкой у школьников была возня с гайками и вентилями. Судьи говорят, это с непривычки, но ребята все равно молодцы. Все призеры по 16 секунд пробежали. Первое, второе, третье место. По 16 секунд. Взрослые, конечно, побыстрее бы сделали, но для таких вот детишек это отличный суперрезультат. Готов? По его одежду одеть! Одеться на время – тоже этап соревнований. Норматив взрослых пожарных – собраться и выехать из пожарной части по тревоге в течение одной минуты. Миша Кузнецов из 2-го лицея Саратова не очень доволен своим результатом. Оделся за 35 секунд. Для меня это много. На тренировках было 34. А что сейчас задержало лишние секунды? Ну, штаны, наверное, одеть. Они большие и больно. Выполнил, выполнил, выполнил. Вижу, выполнил. Чтобы засчитали, штаны должны быть на двух лямках, пояс, вот железки и липучки должны быть склеены. Большинство участников здесь из профильных кадетских классов – МЧС, оборонно-спортивных. Таких в Саратовской области сегодня не менее 40. В команде из Балакова две девочки. Несмотря на это, ребята стали лучшими среди городских команд. К областному этапу балаковцев готовили профессионалы. Мы ездили в разные части МЧС, которые нам помогли подготовиться. Мы также смотрели, также бегали. Подруга Марии по команде, 14-летняя Юля Прокофьева, наравне с мальчишками будет выполнять одно из самых сложных испытаний – подъем по штурмовой лестнице. На время надо покорить четырехметровую высоту, примерно второй этаж высотного дома. На старт! Внимание! Юля обгоняет всех троих юношей и первый штурмует учебную вышку. Девочка собирается стать спасателем. Мне нравится это очень. Знаете, такой адреналин. Я не знаю, как объяснить, но это очень круто. Победителем первых областных соревнований юных добровольных пожарных дружин стала команда из Питерского района. Второе место досталось Балаковцам. Третье – школьникам Октябрьского района города Саратова. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова